Задача рабочей группы – не допущение нарушений градостроительного законодательства при оформлении разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города-курорта Анапа. Ответственность за это берет на себя целая команда – специалистов юридической службы, имущественного управления, архитектуры, управления ЖКХ, городского совета. Документы соответствуют существующим. Все документы, согласно первой статье, приложены все соответствуют. То есть мы можем дать разрешение на строительство? Совершенно верно. Можем, они имеют под собой соответствующую, мы проверили соответствующую техническую вооруженность и так далее. То есть они имеют... Полностью проверена документация. Так, уважаемые чрезвычки, когда ее разрешение узнают, то за, прошу вас, есть. Но не всегда с первого раза выдаются такие разрешения. Рабочая группа имеет право указать на недочеты в соблюдении градостроительного законодательства и потребовать их безоговорочного устранения. Как, например, при строительстве на Пионерском проспекте 143. Ну, ты взбодяешься вопрос, вопрос уже столько, да, ну, года три, наверное, тянется. Да, очень долгий вопрос. Да, ну, вот... Шли долгое время на встречу друг другу, я надеюсь. И, наверное, взаимопонимание. Я надеюсь, да, взаимопонимание. Они выполнили все наши требования. Пионерский 143. Пионерский 143. То бишь... Ушли все наши замечания и они приложили фотографии. Вот сейчас члены комиссии могут оценить текущее состояние объекта. Что им надо... Объекта... Ввод в эксплуатацию. Да, разрешение на вот объекта. Ну, то есть, это вопрос с бородой. У нас он очень долго тянулся в этом плане. Сейчас нашли это соприкосновение, все учтены. И наши, так сказать, законы учтены. И их, так сказать, да, пожелать. Долгое время строился объект. За это время неоднократно менялась законодательства. Ну, мы выезжали сюда, да, да. То бишь, даём разрешение на вот эксплуатацию, да? Рабочая группа имеет также право пригласить на своё заседание и заслушать на нём представителей собственника строящегося объекта. Вы были там, на этом участке? Да. А, да. Наверное, ещё когда немцы отступали, да? Нет, нет, нет. Мы были, когда подан был нами пакет документов на вот в эксплуатацию, и исполнитель управления архитектуры Татьяна Ильинична сказала, что необходимо предоставить свежие фотографии. Мы отправились туда, дали съёмки. Так. Делали фотографии. На что? Вот пришли, чтобы мы дали на вот? Вот в эксплуатацию. А вы видели дома те вообще? Были на тех дома? Да, видели. Накануне в этом проезде на Аджим-Эте по адресу Пионерский проспект 257 и 259 побывала и съёмочная группа. Стройка утопает в амброзии и мусоре. Не завершены отделочные работы. При этом будущие хозяева дома настаивают на том, что готовы вселиться в свой особняк и в таком виде. Рабочая группа отказала выдачи разрешения на вот в эксплуатации таких домов. Здесь и штраф хозяину строительства за элитные заросли амброзии просится сам по себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова